здравствуйте здравствуйте и процветайте дорогие человеки земли на канале раиса горяченко дача сад огород цветы новые видео 11 ноября 2018 года великолепный день плодотворный благополучный день для того чтобы поквасить капусту растущая луна вот-вот родившаяся луна у нас находится как раз в козероге для того чтобы поквасить капусту я использую осенние сорта капусты быстрее уже у меня использована сейчас это наша отечественная харьковский сорт осенний и обязательно морковь на крупной терочке яблоки golden deluxe и какой-то новый сорт очень интересный вот в черниговской области привезли говорят что очень вкусные с капустой естественно нужен перец лавровый лист соль но и инструмент на котором я измельчаю капусту и сейчас вот тот рецепт по которому я готовлю вот эту вкусняшку не для того чтобы его заложить сюда приготовленное блюдо вот такое на зиму нужно еще бочка вот она пищевая и в бочку помещаю еще тоже пищевой мешок такой целлофановый и так что я делаю я использую 10 килограммов капусты 15 килограммов яблок мы очень их любим пол килограмма моркови 10 лавровых листиков здесь где-то пол пакета ароматного вот этого душистого перца горошком и 160 грамм соли и измельчаю капусточку и так вот слоями вот слой где-то 5-7 сантиметров капусты и слой вот этих замечательных красивых яблочек я уже вот выкладываю и каждый слой прижимаю чтобы не было пустоток между яблоками наполняю вот эти пустотки капусточка должна полностью сюда попасть капуста должна быть свежей сочной очень такой вот хрустящий но самое главное что она свежая не сухая и она дает очень хорошо сок если же вот мои друзья у них долго лежала капуста и они ее начали шинковать а сока почти нету поэтому они еще использовали воду вот это количество которое нужно в соль они часть в воду добавляли соли и вот так таким образом именно яблоки и капусту закладывали на квашение почему я готовлю именно таким образом в этом году чуть-чуть изменила рецептуру уже не ложу головки капусты для голубцов она у нас будет отдельно а здесь именно яблоки мы очень любим вот этот сорт голден он очень хороший и очень вкусный но он хранится буквально еще месяц будет храниться редко до нового года он сохраняется и особенно вот этот яркий желтенький солнечный такой сорт голден де люшес поэтому именно в капусте он сохраняется у нас до марта месяца мы так слой за слоем вытягиваем слой капусты потом идет слой яблок этих слоев у нас много здесь большая бочечка она высокая тем она хороша что доступ воздуха вот вытянули часть и доступа воздуха нету закрываем пакет снова же в данном случае сейчас я до конца уже до верха наложу капусту и яблоки завершающий слой у меня будет капустный вот очередная партия капусточки измельчена сюда добавлена уже морковь сразу же специи это перемешивается с солью я не боюсь мешать она все равно будет красивая и вкусная это буду делать сейчас двумя руками но после этого вот этот момент очень важный когда она опустила сок сейчас она становится мягенькой вот именно вот эту капусту хорошенько перемешанная она по вкусу кстати чтобы солью вот правильно все сделать по вкусу должна быть чуть-чуть солонее если вот салат делаем вот то в данном случае соль больше чуть-чуть ставится оно такое чуть-чуть соленоватый получается салатик вот и теперь уже вот эту капусту я закладываю в бочку слой яблок слой капусты последний слой капусты уложен очень плотно снова же все это хорошенько утрамбовано теперь я белую ткань чистую застилаю тонкий слой и крышку у меня старые от старой кастрюли осталась эмалированная крышка так я переворачиваю и сюда сверху хорошо ткань надо будет по всему периметру все хорошенько закрыть затем у меня пирамидные камушки вот я их пакеты помыла просушиться в пакеты складываю несколько пакетов все равно какие бы они не были они были на улице и затем на эту крышку они очень тяжелые граниты будут уложены здесь будет сок поступать и мы будем хранить сейчас эта бочка будет занесена и уложены граниты помещение где у нас будет хранится эта капуста всю зиму помещение сейчас от 10 до 12 с плюсом зимой плюс 2 плюс 3 градуса когда сильные морозы опускается температура почти до нуля где-то плюс 1 0 градусов и получается что до нового года мы эту капусту вот сок увижу не я не выпускаю этот газ потому что здесь у нас яблоки и яблоки и капуста они дополняют друг друга и наполняются друг другом ароматами всеми натуральными фруктозами сахарами витаминами и только к новому году потом мы закроем чтобы не было туда доступа воздуха и дальше не киснет продукт они получаются такая вот яблоки такие сладкие почти как заложенные но очень вкусные и капусточка не киснет сильно и вот так вот она зимой хранится надо я открыла все это лишнее там убрала снова положила тряпочку помыла или поменяла и снова крышечка и снова вот так пакетик и все это у меня до марта месяца обычно хранится если не съедаем но нам хватает это до марта месяца вот такой прекрасный сегодня день и в этот день замечательный приготовлена капуста с яблоками квашеная капуста с яблоками очень вкусный и полезный продукт здесь он будет храниться в этой бочке в темном помещении раиса горяченко желает вам радости счастья удачи мира и добра ваши дома